Пенсионная реформа, первые результаты, индексация пенсии, пенсионные выплаты, категория предпенсионеров, материнский капитал. Вместе об этом мы сегодня поговорим с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борисом Трофимовым. Здравствуйте, Борис Александрович. Здравствуйте. Итак, с 1 апреля ждет очередное повышение пенсии, индексация пенсии для пенсионеров. От каких категорий она коснется, насколько произойдет эта индексация? Коснется категории получателей государственной пенсии. На территории Алтайского края получателей пенсии немного, 70 тысяч. Всего в крае 766 тысяч пенсионеров. И индексация предусматрена с 1 апреля в размере 2%. Поэтому, если говорить в целом, конечно, о той пенсионной реформе, которая в прошлом году приковала и привлекла себе внимание практически всех, разные были точки зрения, то действительно можно некоторые выводы уже сделать сейчас. Цель реформы, которая была обозначена в законе, в комментариях высших должностных лиц государства, все-таки улучшение благосостояния материального пенсионного обеспечения лиц пенсионного возраста настоящего поколения. И с 1 января была проведена индексация в размере 7,05%, если социальная пенсия 2%, то в среднем увеличение по краю составило в пределах 900 рублей. Ну, наверное, и жители Бийска помнят, что обозначены были параметры 1000 рублей. И у нас, к сожалению, размер заработной платы один из самых низких, не только в Сибирском федеральном округе, но и в России, а соответственно, и размеры пенсии низкие. Поэтому индексация шла, вот обещанная 1000 от среднего размера пенсии по России, 14 тысяч у нас было, там 12 тысяч, поэтому у нас индексация не 1000. Ну, кто-то получил и свыше 1000. Но есть и другие результаты в рамках изменения законодательства. Это касается категории лиц, попавшие в блок предпенсионеры. Это вот такая новая категория появилась предпенсионеров. Что это за категория и вот как с ними? Да, это категория лиц, возраст, у кого минус 5 лет до назначения пенсии. С учётом того, что возраст выхода на пенсию подняли мужчинам и женщинам на 5 лет, и есть переходный период, я подчёркиваю, вот эти 2 года, то через 2 года категория предпенсионеров, это кому? Женщины 55 лет, а мужчины, соответственно, 60. А в переходный период в этом году, соответственно, назначается пенсия на полгода от того срока, который был ранее, и в следующем году на полтора года. Какие права, законные права имеют предпенсионеры? Два дня, оплачиваемые работодателем для проведения диспансеризации, защищены законом, уголовным кодексом от действий работодателя, безосновательная в части именно этой категории по увольнению или непринятия на работу, там серьёзная санкция в рамках уголовного кодекса, имеют право до срочного выхода на пенсию, в случае, если предприятие банкрот, идёт сокращение, и через систему занятости, выход на досрочную пенсию и право получения пенсии в разрезе 11 280. Уже сотни людей на территории Алтайского края этим правом воспользовались. Далее, категория лиц предпенсии, как мы в рабочем сленге эту категорию обозначают, обозначаем, имеют право на компенсацию санаторно-курортного лечения по системе Фонда социального страхования. И эта категория имеет право на налоговые льготы на имущество. Мы подтверждаем статус, что конкретное лицо является предпенсионером, причём, подчеркну, подтверждение статуса идёт в пенсионном фонде, и мы данные представляем в беззаявительном варианте по системе электронного документа оборота, в фонд занятости, в налоговую службу, в фонд социального страхования. И поэтому и человеку не надо обращаться к нам, хотя к нам уже обратилось свыше трёх тысяч, я посмотрел по убийству, не получает справки. Ну, может быть, инерция. Хотя он, вот эти 104 человека, кто получил справки в нашем управлении убийски, могут прийти, вот, вышеназванные учреждения, организации, там уже данные по нему есть. Это очень такая важная категория предпенсионера. Вот первые итоги, которые мы можем зафиксировать в части старта пенсионной реформы. Борис Александрович, что Вы можете сказать об индексации пенсии с учётом прожиточного минимума пенсионера? Послания президента обратили внимание и достучались до нашего президента. Он зафиксировал, подтвердил, что это несправедливо. У меня идёт индексация, идёт индексация пенсии и имеет максимальный размер, это как раз размер прожиточного минимума, определяемого для федеральной социальной доплаты. На 2019 год федеральная социальная доплата определена максимумом по российскому размеру прожиточного минимума 8,669. И на территории Алтайского края на 1 января получателей максимального размера пенсии в рамках федеральной социальной доплаты было 91 тысяча. Законодатели оперативно отработали, приняли закон, мы получаем формулу и будет проведён индивидуальное, подчёркиваю, перерасчёт 90 тысячам наших земляков, и к 1 мая они получат увеличенную пенсию. Мы просчитали в среднем где-то, наверное, 350-400. Ну вот пока, если цифра средняя, то 400 рублей в месяц будет увеличение. Заявки сделаны, программа есть к 1 мая. Получат как раз вот... То есть как раз за апрель это будет отработано? За апрель будет отработано, но принципиально, что будет перерасчёт произведён с 1 января. А, то есть с 1 января, да, с 1 января. И то есть пенсионеры-то получат за несколько месяцев сразу? Пенсионеры получат январь, февраль, март, апрель месяц. К 1 мая, вот если в среднем, ну будем считать полторы тысячи прибавка. Борис Александрович, ещё такая тема волнует. Получение фиксированной надбавки за сельский стаж. Вот это вот что такое? Ну, для жителей Алтайского края это очень важная прибавка. Закон был принят 4 года тому назад. Вступил в реализацию только с 1 января 2019 года. И назову две цифры. Если на 1 января мы сумели определить 29 тысяч, кто проходил по параметрам определённом законе 30 лет стажа, работа в области растеневодства, животноводства в соответствии с перечнем, организаций, специальностей, неработающий пенсионер и проживающий в сельской местности. Вот на момент вступления в силу права получения фиксированной добавки. То на сегодняшний день уже свыше 33 тысяч. Очень много заявлений. Сегодня я проводил приём в Бийском управлении. И ко мне пришёл на приём, проживающий в Смоленском районе, но приехал сюда, имеющий стаж работы на селе 40 лет. Но удивительная вот ситуация, о таких ситуациях я подчёркиваю, очень много. Он работал в совхозе Коробейниковский, это Усть-Пристонский район. Но трудовая книжка у него была в сельхозэнерго. И вот таких вот очень много. Мы отрабатываем вместе с Минсельхозом Алтайского края. Мы обращаемся в Минтруд, чтобы подтвердить тождественность, либо внести в списки вот те или иные специальности, те должности, которые вот были вписаны в трудовую книжку, чтобы наши земляки, край-то у нас аграрный, 30 лет проработавшие, имели право на фиксированную добавку. Вот. Вы уже опозначили 1 333 рубля. Работа продолжается. Вот если ещё затронуть тему пенсионной реформы, вот первые результаты есть, а что дальше? Как будет продвигаться, развиваться она? Тема пенсионной реформы, ещё раз подчеркну, всколыхнула. И тех, кто на пенсии, профсоюзы занимали последовательную женскую позицию, не увеличить срок выхода на пенсию, представители бизнеса имели свою точку зрения. В законодательном собрании провели несколько таких экспортных площадок. И, естественно, тема, в первую очередь, уровня жизни пенсионеров не закрыта. Вот 1 января несколько было предложений законодательных уже в этом году. Некоторые прорабатываются, некоторые не приняты. И я не сомневаюсь, вот через призму уровня жизни пенсионеров, когда предусмотрена индексация на 2020 год, индексация законодательно определена на 2021 год в федеральном бюджете. А мы имеем реально рост цен. Мы имеем законодательные изменения в части известной мусорной реформы, дополнительные платежи. Тут грядёт ещё налогообложение на основании кадастровой оценки стоимости недвижимости. И может так оказаться, что предусмотренные там 6,5-6,3 увеличения в рамках индексации будет отставать от индекса рост, как и потребительских цен, индекса рост по услугам. Поэтому, я думаю, законодатель будет корректировать. Ну и очень серьёзная тема, конечно, платежи, выход из тени. Если сегодняшнее лицо застрахованное, работая на предприятии, получает деньги не все... В конверте? Ну, в конверте, не знаю, в кармане. Вот у меня тоже сегодня был на приёме труженик. Я вижу, что труженик... Но он работает вахтовым методом, ездит на север, а у него не хватает баллов. Ему не хватает одного года, ему 62 года, чтобы реализовать его право. Потому что он, работая вахтовым, там, естественно, оформляют не всё, не имеет в рамках бальной системы одного балла. Он говорит, да я готов сегодня заплатить. Даже такая постановка. Готов заплатить. Но если он заплатит, такая форма законодательная предусмотрена, всё равно он пенсию будет только получать в следующем году. Либо отрабатывать, получать стажевые характеристики, бальные. То есть к вопросам пенсионного законодательства через призму реального улучшения жизни пенсионеров, я думаю, внимание будет не ослабевать. Следующая тема, на которой хотелось бы остановиться, это материнский капитал, потому что он затрагивает также большую часть населения. Вот как на сегодняшний день у нас обстоят дела с материнским капиталом, какой размер это и куда вот семьи, в принципе, в основном тратят средства материнского капитала? В прошлом году плохо обстояло дело. Рождаемость упала? Да, да, да. Изначально цель была в рамках решения проблемы демографии осуществить поддержку многодетным, стимулировать рождаемость. И в прошлом году практически на тысячу случаев второго ребенка у нас уменьшилось относительно 2017-го. Может быть, опять мы оказались в какой-то яме, может быть, какие-то социально-политические факторы повлияли на это. Но эта тема, конечно, не пенсионного. Все, что касается пенсионного, в прошлом году свыше 13 тысяч сертификатов, но это из предыдущих лет, были конвертированы. Размер материнского семейного капитала 453 тысячи был. И в основном идут выплаты на улучшение шаличных условий. В прошлом году была тоже новелла из средств материнского семейного капитала выплаты малоимущим семьям, имеющим доход ниже полуторакратного прожиточного минимума в субъектах. Но этой льготой воспользовались немного. Если я сказал 10 тысяч всего семей, кто имел право на материнский капитал, то вот этой новеллой, этой опцией воспользовались только 453 человека. Но, с другой стороны, увеличивается количество выплат на обучение детей. Это тоже хорошо. Перспектива как по российскому, так и по региональному у нас тоже. Мы, законодатели края, осуществляем выплаты за второго-третьего ребенка. С точки зрения срока, долговременности, очень оптимистичны. Это та норма, которая действительно востребована. Так что я думаю, увеличение там будет индексироваться. А если стояли вопросы по срокам, прекратить, не прекратить действие этой программы, я думаю, в ближайшее время не прекратить. Спасибо, Борис Александрович. Это была программа «Вместе». Смотрите нас на интернет-канал «Нашбейск на ладони» и в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok